Очередной семинар Роскомнадзора прошел в здании Люберецкой администрации. Участники совещания обсудили проблемы взаимодействия провайдеров и управляющих компаний. Детально были рассмотрены вопросы размещения средств и линий связи в многоквартирных домах. В открытом очном семинаре управления Роскомнадзора приняли участие руководители различных организаций Подмосковья, предоставляющих услуги связи. В начале заседания рассмотрели вопросы взаимодействия операторов с уполномоченными государственными органами, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность. Основной темой стало внедрение за счет операторов специальных технических средств, предназначенных для работы ФСБ. Оператор при получении лицензии обязан согласовать план реализации с орган с оператором связи в течение трех месяцев, в соответствии с которым по пункту выполнять его. Да, конечно, вещь достаточно дорогостоящая, не очень хорошая для оператора, к большому счету, но она необходима и нужна. Затем участники встречи перешли к обсуждению проблем, возникающих и интернет-провайдеров и управляющих компаний. В соответствии с требованиями жилищного законодательства, оборудование, которое подключается провайдерами, устанавливается в доме на общем имуществе. Поэтому решение об его установке может быть принято только собственниками на общем собрании. Собрание может проводиться по созыву любого из числа собственников этого многоквартирного дома. Если собственник решил выбрать любую компанию, которая предоставляет услуги интернета, связи, он может создавать общее собрание, провести и на общем собрании, соответственно, они это примут решение. По словам представителя госжилинспекции, на сегодняшний день в 43 тысячах домов столичного региона предоставляются услуги связи двумя и более интернет-провайдерами. Соответствующее распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Согласно проведённому мониторингу, подключить к услугам интернет-связи остаются только 4 тысячи подмосковных домов. Луиза Игазарян, Кирилл Евгеньев, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.